Новый вызов какой-то видео с красными губами, потому что я всегда немножко стеснялась красной помадой, но Новый год! Нужно пробовать новое и следить за зубами на протяжении всего видео. Вдруг помада отпечатается. Привет, красотка! И это первое мое видео в 2021 году. И я еще раз пользуюсь случаем, хотя поздравить тебя с Новым годом, твою семью, пожелать всего самого светлого, самое главное здоровья, как мы уже поняли из опыта 2020 года. И сегодня мы поговорим на очень интересную тему. Я решила именно с этой темы, именно с этого видео начать свой 2021 год на канале. Мы поговорим о пяти привычках, с которыми здорово войти в Новый 2021 год. Привычка, подобно канату, мы вьем нить за нитью каждый день, пока она не станется настолько прочной, что мы не сможем ее разорвать вообще. То есть это то, что стало для тебя настолько нормальным, что ты даже не тратишь свою энергию на то, чтобы это делать. И, конечно же, все мы знаем, что есть привычки хорошие, есть привычки плохие. И первые работают на нас, вторые работают против нас. И в этом, на самом деле, есть хорошая новость. И она заключается в том, что мы сами управляем тем, что становится частью нас. И когда вы только осознаете этот момент, уже как бы жить становится спокойнее, уже становится жить лучше, потому что ты понимаешь, что, в принципе, все в твоих руках, вот в этих самых. И, наверное, самое главное, в самом конце мы поговорим о том, как же их закрепить и как их сделать частью тебя, чтобы это было не просто попытка, три дня, мотивация кончилась, чао-какао, а чтобы это действительно осталось в твоей жизни. Итак, проверка зубов. Вроде все чистенько. Первая привычка, которую я выделила, это планирование. Самый часто задаваемый вопрос мне. «Саша, как ты все успеваешь?» И тут начинается перечисление всех моих сфер, которые я когда-либо упоминала, наверное, в блоге. Материнство, быт, учеба, танцы, ведение блога, ведение инстаграма. И это не какая-то магия, это просто грамотное планирование. Мне не жалко времени на планирование, хотя я очень много трачу времени на планирование, но потом оно мне экономит не то чтобы минуты, не то чтобы часы. Оно мне экономит дни, оно мне экономит нервы, что самое главное. Я планирую день, я планирую неделю, я планирую месяц, я до смешного планирую свой год. Конечно, как говорится, мы предполагаем, а бог располагает. То есть не все, что я планирую, все осуществляется, но, по крайней мере, моему мозгу становится четко, ясно, понятно, что, когда. И самое главное, что это не какие-то расплывчатые там мечты, а это четко сфокусированные цели, к которым я иду. Но так было не всегда, да? Не нужно думать, что я такая родилась с ежедневником в руке. До момента, когда я начала планировать, у меня могло выходить видео раз в месяц, могло выходить каждый день, я такая на мотивации первые три дня выставляю видео. Я могла то хорошо учиться, то вообще нехорошо учиться, могла то начать заниматься спортом, то перестать им заниматься. То есть все время были какие-то качели. Более того, мое самое неверное убеждение, я думала, что вдохновение, да? То есть я же все равно творческий человек. У меня создание сценариев, съемка. Это не какой-то механический процесс, где просто там робот, выдаешь дело и получаешь результат. Нет, это все равно творчество. Я боялась, что если я поставлю себе какую-то систему, если у меня будут твердые там четкие дни, что когда я снимаю, то у меня пропадет вдохновение. И на самом деле, когда ты выделяешь себе время четкое, в какие дни ты что делаешь, ты как бы вырабатываешь это вдохновение. Это было для меня очень важное такое открытие, поэтому сейчас у меня, собственно, есть расписание, сейчас у меня есть сценарий наперед, и я как никогда чувствую себя и творчески раскрытой, и в то же время дисциплинированной. Короче говоря, планирование – это супер вещь, которой можно посвятить не только отдельное видео, а вообще отдельный плейлист. В рамках этого видео я просто хочу вам напомнить, что для лучшей эффективности, для лучшей продуктивности можно и нужно и важно планировать, составлять приоритетные задачи, ставить себе цели и не жалеть на это времени. Вторая привычка – это благодарности. Каждый слышал, что благодарить – это один из самых лучших эффективных способов вернуть радость жизни, потому что что ты делаешь, когда благодаришь? Ты концентрируешься на том, что у тебя уже есть, и ты как бы мозгу даешь понять. Давай мы будем зацикливаться не на том, чего у нас нет, да, и хотелось бы где-то там, и есть у кого-то, а нет у нас, поэтому мы ущербные. Давай мы будем концентрироваться на том, что у нас уже есть, и быть благодарным за это. То есть это не означает, что ты больше ничего другого не можешь хотеть. Это просто означает, что в данный момент ты не в тревожности от того, что у тебя чего-то нет, а ты благодарен за то, что уже есть. И часто нам говорят благодарить на бумаге, выписывать свои благодарности, тратить 5-10 минут с утра, и, наверное, вы со мной согласитесь, что хватает такого способа на 2-3 дня, пока есть мотивация, пока ты такой заряженный, и потом тебе становится там лень, потом у тебя нет времени, ты с утра куда-то поторопился, пропустил день, потом не хочешь возвращаться к этой процедуре. Чем меньше нужно новых усилий для новой привычки, тем больше вероятность того, что она станет частью вас намного быстрее. Потому что когда тебе нужна бумажка, нужна тебе ручка, нужно 5-10 минут времени, у тебя его так никогда нет, все все время куда-то опаздывают. Ну, очень вряд ли, да, это останется с тобой. Поэтому я предлагаю благодарить у себя в голове, этого достаточно на самом деле, и перед сном. То есть это время, когда ты уже лег спать, закрыл глаза, со всеми попрощался, решил спать, и вот у тебя просто в голове какой-то кипиш начинается, а давай мы подумаем о том, что мы не успели сделать, а давай подумаем о завтрашнем дне, а вот пришла идея, а что у меня сейчас в холодильнике. Так вот, один из самых лучших способов, еще и чтобы заснуть, кстати, быстрее, и заснуть с благодарностью, это поблагодарить за все, что с тобой сегодня происходило. Прямо вспоминая конкретные какие-то случаи с самого утра. Вот серьезно, у меня ни дня еще не было, что я дошла в своей голове до вечера, потому что я засыпаю раньше, то есть я настолько погружаюсь в эти процессы, настолько я растворяюсь в благодарности за то, что происходило с утра, там как солнце вышло, я вышла на улицу, был свежий воздух, снег пошел, пришла идея такая-то, вкусно позавтракала, Ева улыбнулась, там села на горшок, я не знаю. Это у каждого свое, абсолютные мелочи жизни, не нужно что-то прямо большое искать, это вообще вот все, что нас окружает, как раз таки в этом и есть счастье, да, в простоте. И скорее всего, вы заснете спокойно и быстро, во-вторых, вы будете благодарным, и с улыбкой заснете, а значит проснетесь тоже благодарным, и в-третьих, станете чуточку счастливее, это 100%, благодарности делают счастливее всех. Итак, проверка зубов. Какая хорошая помада, ничего не отпечатывается. Идем дальше. Третья привычка, это двигать свое тело. Здесь бы, конечно, большое вступление о том, кто мы есть на самом деле, и что люди так мало, как сейчас, и как последние там 100 лет, никогда в своей жизни не двигались. Очень рекомендую к прочтению книгу Homo sapiens, или просто sapiens она называется. Я сюда обложку вставлю. Это просто краткая история человечества, и это очень интересно. Во-первых, это очень интересно. Это очень такая многогранная книга. Вообще, Билл Гейтс, по-моему, сказал, что это книга, которую он бы взял на необитаемый остров. В общем, это какой-то топ-бестселлер, книга, которую обязательно нужно всем прочитать. Мне было очень просто забавно читать и осознавать, насколько человек раньше много двигался. Там наши пресловутые 10 тысяч шагов, которые сейчас все хвалятся, да, это было вообще, я не знаю, пробежка с утра у них. Ну, конечно, ритм жизни был совершенно другой. И я просто хочу вам напомнить, что мы люди, что движение – это жизнь, что при любой возможности, когда у вас она есть, стараться двигаться больше, выйти на одну остановку раньше и пройти эту остановку пешком под любимую музыку, аудиокнигу или просто в тишине, просто с самим собой. Сделать ритуалом прогулку перед сном. Это невероятно очищает мысли. Опять же, легче заснуть будет. Пойти на танцы, если вам это нравится. Если вам не нравится коллектив, и вообще такая пандемия, у вас все закрыто, замечательная вещь YouTube. Вводите туда зумба, я очень советую, просто полчаса, мало того, что это очень сжигающая тренировка, это очень тебя заряжает, и ты не стесняешься себя, там, своего тела, потому что многие не ходят на групповые, потому что стесняются перед всеми танцевать, тем более зумба, она такая, знаете, ты там чем только не трясешь, а дома сами такие закрылись в комнатке, зона комфорта, если хочется так, то тоже хорошо. Кстати, мы недавно с Денисом рассуждали, что говорят некоторые зарядка, да, с утра, а кто-то говорит разминка, и вот классное слово зарядка, что оно в своем смысле, да, в своем слове содержит слово заряд, то есть это значит, что после нее ты как раз таки зарядишься, и вот если бы мы все относились к зарядке как к способу зарядки самого себя, мне кажется, мы бы делали это чаще. То есть, знаете, как типа телефон, он садится, мы ставим ему на зарядку, и вот так же по сути работает зарядка, ты разгоняешь кровь, ты начинаешь двигаться, у тебя вырабатываются гормоны счастья, ты действительно становишься немножечко счастливее. Короче, это круто. Идем далее, и следующая привычка посложнее, знаете ли. Почему она посложнее? Потому что нужно будет работать со своим обезьяной, со своим мозгом, со своим умом, это самая такая главная работа, наверное, на протяжении всей жизни, постоянно держать в узде свой мозг, чтобы ты им управлял, а не он тобой. Следующую привычку я назвала жить с легкостью, с детской радостью и неподдельным удовольствием. А что для этого нужно делать? Есть такая замечательная практика, практика отдаления. Это когда вы представляете свою какую-то проблему, которая чаще всего в голове, она просто выглядит вот такая, вот просто все вокруг нее вертится. Ты представляешь эту проблему в твоей голове и начинаешь, как будто, знаете, режим отдаления включать. Вот когда ты хочешь масштаб посмотреть, отдалить проекцию, ты начинаешь ее представлять в твоей голове, ты начинаешь представлять себя, комнату, в которой ты находишься, город, область. И вот так начинаешь отдалять, отдалять, отдалять. Ты видишь уже страна, материк, земля, вся наша планета, солнечная система, вселенная. И просто вот эти масштабы, оцените. И потом резко как будто нажимаете на режим приближения и как бы пройдите снова к вам в голову. И просто ощутите вот в этот момент, какая вы маленькая песчинка во всем белом свете. Это вы песчинка, а какая мили песчинка ваша проблема. Важно понять, что я не призываю вас обесценивать свои проблемы и забивать на них, не пытаться их решить и думать, что это плохо, что ты о них переживаешь. Эта практика больше направлена на то, чтобы осознать, да, в одну секунду, насколько маленькие мы, насколько еще более маленькие наши проблемы и насколько мы часто своим мозгом раздуваем все до невероятных масштабов и думаем, что это все, это самое важное, что только у нас есть. Просто в этот момент становится уже легче, как будто вот груз с плеч. Просто встряхните это, поймите, что да все нормально у меня. И тогда на самом деле будет намного легче радоваться простым мелочам. И знаете, это хорошо видно на маленьких детях, как они радуются вещам, которые для тебя стали такими привычными, потому что для них это все впервые. У них нет каких-то рамок, стереотипов, что вот это вот важно, вот это серьезно, а вот это ерунда. Давай не будем здесь радоваться, улыбаться, потому что ну это ерунда. Ты смотришь на их искренность и ты понимаешь, тебе этого не хватает, тебе нужно этому учиться заново. И самое интересное и самое классное, что это действительно можно привить себе, то есть это действительно привычка. Привычка замечать классная, привычка жить в удовольствии, привычка быть счастливым. Это привычка. И последняя классная привычка, которую, наверное, до конца даже никогда нельзя себе привить, но классно привить сам принцип из этой привычки. Он называется «Отсекать все лишнее». Еще одна книга, которую я посоветую, именно вот к этой теме просто идеально, это книга «Эссенциализм». Это такой маст-рит, более того, это маст-рит эври-дэй, я вам сказала бы. Потому что зачастую человек думает, что ему чего-то не хватает. Вот 100% он был бы счастливее, если бы у него было вот это, и еще вот это ему не хватает, и вот это надо, и все побольше, больше, больше, а потом ты лопаешься просто от того, что слишком ты многозадачный, и везде ты распыляешься. Вообще проблемы распыления это номер один в любой работе, в учебе. Эссенциализм как раз-таки говорит о том, что нужно концентрироваться на самом важном, и что этого самого важного на самом деле не может быть много. Как же это непросто, я вам скажу, но это тот вопрос, который нужно задавать тебе каждый день. Что лишнего в моей жизни? Вот этот мусор, в прямом смысле, мусор в вещах, то есть, да, в окружении, сколько у нас лишних вещей в доме. Мусор среди людей даже есть, извините, конечно, но действительно, есть такие люди, которые абьюзивные, они тянут тебя вниз, они самоутверждаются за счет тебя, они не будут тебя ни в чем поддерживать, им не нравятся все твои начинания, потому что просто-напросто в своей голове они настолько недовольны собой, что проецируют это на других людей, как бы не хотят, чтобы хоть кто-то развивался. Это мусор, конечно же, в делах, в направлениях, которые ты выбрал для себя. Рассуждайте сами, каждый для себя, выпишите на листок бумаги то, чем вы занимаетесь, что вы сейчас представляете из себя, и в каких направлениях, их должно быть немного, вам хотелось бы преуспеть. Очень классная иллюстрация из этой книги «Эссенциализм» мне засела в голову. Это то, как выглядит человек-отличник и человек, который направляет всю свою энергию, например, на один предмет. В круге ты, да, и у тебя куча стрелочек, и вот это, знаете, как отличник, медалист, который реально везде. Математика, литература, русский, физика, химия, и он как бы везде, но палочки-то эти коротенькие. Он не может дать энергию ни в одно русло полностью. И рядышком другой круг, но из него струится одна всего стрела, но такая длинная, и именно там у него и будет результат. У него будет там самый лучший результат, потому что туда он вложил много энергии, он ушел вглубь, а не плавает на поверхности. Это на самом деле сложная тема, у нас менталитет совершенно другой, у нас менталитет отличников, даже я, блин, золотая медалистка, но я вам сразу хочу сказать, что это абсолютно нечестная медаль. То есть у меня были сильные из моей школы немецкие, математика и русские, все остальное это как бы школе нужны медалисты. Ну и Саша вроде не глупенькая, так что мы можем... Ну вы поняли. Но вот истинные отличники, то есть у кого везде пятерки, вы только представьте, насколько сильно у них распыление. И по нашей природе, по природе человека это не есть норма. То есть чаще всего у нас какая-то предрасположенность к одной сфере, и если ты туда долбишь, ты там добьешься успеха. Но менталитет иногда родителей, иногда менталитет школы тебе ставит вот так вот рамки, и говорит, нет, нужно, чтобы по всем были пятерки, нужно, чтобы везде все было хорошо. И как бы из тебя лепят человечка, который как бы удобный со всех сторон, но в итоге что я хочу-то, этого вообще нет. Опять же, я не говорю в сторону того, что не нужно себя пробовать в нескольких сразу сферах, попробовать это окей. Вы как раз-таки благодаря тому, что попробуете, можете понять, откликается вам это или нет, стоит ли вам этим заниматься. плановая проверка зубов. И самая важная часть этого видео, как же сделать так, чтобы привычка стала частью тебя. Первое, что важно понять, нужно начинать с маленькой привычки, желательно с одной. То есть я вам сейчас предложила пять, это не означает, что с завтрашнего дня вы начинаете делать все. Выберите одну привычку, она может быть даже не из этого списка, просто одну привычку, которую вы будете вырабатывать, прививать себе в ближайший месяц. Почему многие люди говорят, у меня нет силы воли, и это априори неверное утверждение, потому что на самом деле доказано, что сила воли это мышца, определенная мышца, которую можно развить. Но развить ее можно не разом бабахнув чем-то большим, да, и сразу же глобальным, а по чуть-чуть. То есть как мы наращиваем свои мышцы, увеличивая килограммы, вам ни один тренер хороший не скажет, сразу бери сотку и выжимай. По чуть-чуть, по чуть-чуть добавляем и развиваем свою мышцу силы воли. Второй момент очень круто работает привязка привычки новой, да, с тем, что уже для вас стало привычным, тем, что для вас уже стало ритуалом. На примере Дениса, каждое утро, когда он готовит кофе, он делает разминку. У него есть вот это время, кофе заваривается, есть триггер кофе и разминка. Или как советовал Хел Элвред из «Магии утро», наверное, многие из вас читали. Чтобы легче всего с самого утра пойти сделать разминку, нужно спортивную свою форму положить прямо у своей кровати, чтобы было минимальное количество действий в тот момент, когда вам вообще не захочется, скорее всего, этого делать. То есть вы утром просыпаетесь, и вы такие начинаете думать, блин, мне еще нужно искать форму. Она где-то лежит в шкафу, я под одеялом, мне так хорошо. А если ваша форма лежит уже на виду, отмазываться будет сложнее. Кстати, кому хочется поглубже изучить тему привычек, есть классная книга, называется «Сила привычки». Она посвящена только этой теме и, конечно же, работе нашего мозга. Через какие этапы проходят привычка перед тем, как стать частью нас. Приводит самые главные три этапа у каждой привычки. Без них привычка не сможет закрепиться. Первое – это сигнал. Это знак, который запускает вашу привычку. Например, наступил полдень, я иду обедать. Очень легко, очень понятно. Второй момент – это сама рутина. То есть твое последующее действие – пойти в кафе и поесть. И третий пункт – это награда. Это источник удовольствия, который делает привычку приятной и повторяемой. Например, выброс дофамина от сладкой еды. Чтобы сформировать привычку, нужны все три компонента. И точно так же, чтобы избавиться от какой-то привычки, нужно убрать хотя бы один из компонентов. Например, если вы хотите перестать есть сладкое, после обеда вы привычно берете чай с десертом, а тут нужно заменить на что-то. Например, можно попробовать поболтать с другом вместо того, чтобы идти за порцией печенья. И последний пункт, который очень часто помогает, но я хочу сразу сказать, что не нужно основываться только на этом. это внешняя мотивация. Это то, что тебя будет мотивировать не изнутри. К примеру, это трекер привычек. Это такая распечатка, которую вы вешаете на любое место, которое мельтешит перед вашими глазами точно. И вы закрашиваете там кружочки, когда вы что-то сделали. Например, у вас привычка пить витамины каждый день или привычка выпить стакан воды с утра. И вот у вас такая распечатка висит на кухне, на холодильнике. Вы когда что-то делаете, вы заштриховываете. И тут уже момент такой игры. Вам хочется не пропустить последующее окошечко, обязательно его заштриховать, чтобы продержаться 28 дней. Такая штука часто очень хорошо работает. То есть трекер привычек, наглядно видно, ты еще как бы гордишься собой, каждый день отдаешь себе отчет, что ты это сделал. Это классно. Еще один способ мотивировать себя внешне, это договориться с другом, например, о каком-то ритуале, который вы будете делать. Допустим, ты хочешь делать зарядку по утрам, и он хочет делать зарядку по утрам. И вот вы точно знаете, что вы созвонились или даже не обязательно созвониться, а просто прислать фотоотчет, что я сделал, например. То есть это какой-то момент, когда ты ответственен еще перед кем-то. Я настолько активно говорила, что забыла про свою воду. Она у меня стоит на полу. Ни грамма не выпила. Я вас благодарю за просмотр. Желаю классных привычек. Желаю продуктивного 2021 года. Напишите в комментариях привычку, которую вы хотели бы выработать у себя в 2021 году. В какой отрасли, в какой сфере вы хотели бы стать чуточку лучше? Что хотели бы в себе прокачать? Что касается меня, хотя меня никто не спрашивал, конечно, но я бы как раз-таки хотела в себе прокачать ту самую пятую привычку, о которой я сегодня говорила. Это эссенциализм. Как я уже говорила, ее прямо до совершенства прокачать невозможно, потому что всегда есть моменты, которые можно еще чик-чик-чик отсечь. Мы все время нарастаем чем-то ненужным, и все время нужно себя освобождать. Я хочу, чтобы у меня было всегда чистое пространство и дома, и на рабочем столе, и в голове, и в телефоне. И это то, над чем нужно работать постоянно. И привычка под звездочкой. Улыбаться чаще. Я вас обнимаю. До встречи в новом видео. И, конечно же, приглашаю в свой инстаграм. Пока.